Движение «Демократический выбор Казахстана» признали экстремистской организацией и запретили на всей территории республики. Движение Мухтара Аблязова «Демократический выбор Казахстана» признали экстремистской организацией и запретили на всей территории республики. Генеральной прокуратурой установлена незаконная деятельность незарегистрированного движения «Демократический выбор Казахстана». Его создателем является осужденный в Казахстане к 20 годам лишения свободы Мухтар Аблязов. Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм. Сегодня эта цитата Джорджа Орвелла звучит по всему интернету, по всем социальным сетям. Потому что именно сегодня прокуратура назвала народное движение демократические выборы Казахстана экстремистской организацией. Меня назвали экстремистом. Вас назвали экстремистами. Да, именно вас, кто сейчас смотрит мое обращение. Назвали экстремистами народ Казахстана, который давно хочет перемен. Избавиться от всеобщей лжи диктатора Назарбаева, тотальной коррупции и беспредела властей. Коррупционная верхушка жирует за счет простого гражданина Казахстана, который не знает, как отстаивать свои законные права. ДВК выражает интересы граждан Казахстана. Назарбаев боится грамотных и сознательных граждан. Боится того, что вы начали задавать вопросы. В стране столько денег и природных ресурсов. Где эти деньги? Ваши дома затоплены. Летом нет воды. Зимой нет угля. Весной и осень дефицит топлива. Два раза в году растут тарифы на коммунальные услуги. Тотальное коррупство и воровство по всей стране, начиная с Назарбаева. Полное подавление прав и свобод граждан Казахстана. Эта коррупционная верхушка живет за счет простых граждан и теперь пытается запугать, признает экстремистами за мирный протест. И критику – это абсурд. Противоречит даже Назарбаевской Конституции и всем законам страны. Право на мирный митинг, протест, выражение критики власти за прямое нарушение прав граждан закреплено также международными договорами, под которыми Назарбаев расписался. Назарбаев взял на себя обязанности и не выполняет их. Искажает и меняет Конституцию Казахстана и законы. Когда мирные массовые протесты пройдут по улицам Казахстана, все мировое сообщество будет на нашей стороне. Поэтому Назарбаев боится. На самом деле, это Назарбаев и его окружение уже почти 30 лет ведет экстремистскую деятельность, уничтожая все самое лучшее, грабя экономику, переписывая под себя законы, систематически нарушая права граждан Казахстана. Власть пугает ни ДВК, ни Аблязов. Власть пугает единства и дух свободы, которые волной прокатились по Казахстану. Они почувствовали нашу силу. Во все времена все диктатуры использовали этот прием. Расколоть народ, заставить их бояться. Но мы уже запустили в обществе необратимые процессы. Мы настроились на волну обновления и очищения сознания от рабского смирения. Мы настроились жить справедливо и к достатке. Страх властей вызван стремительностью, с которой ДВК распространяет свои идеи и стратегию. Но что еще больше их пугает, что эти идеи находят отклик в народе и абсолютную поддержку. Нормально хотеть жить в государстве с демократическими ценностями, где права человека – не пустой звук. Ненормально и преступно, когда один человек, используя все ресурсы страны, объявляет народ Казахстана экстремистом. И не просто объявляет, но угрожает уголовным преследованием. Стремление к свободе и справедливости – естественное состояние человека. Это неотъемлемое право, которое закреплено даже Назарбаевской Конституцией. Это наша Родина. Другой Родины у нас нет. Мы ответственны за свою страну и мы добьемся свободы и справедливости для наших граждан. Вступайте в демократический выбор Казахстана и мы вместе изменим нашу страну к лучшему. Алга ДВК! Алга Казахстан!